Все, вали отсюда. Я где хочу, там голосу. Хочу в пустыне голосовать. Эти кадры в интернет выложила одно из уральских изданий. Дерзкое нарушение обнаружили в Ревде. Сюда, по словам членов избирательной комиссии, привезли четыре автобуса с людьми. Они под крепительным удостоверением голосовали за кандидата от «Справедливой России», говорят члены ТИК. В основном все приехали из Первоуральска, уверяет автор съемки. В самом же Первоуральске многие жаловались, что их заставляли прийти на выборы работодатели. Обязательно отзвоните, обязательно календарик получите, перенесите, чтобы с вашей росписью было. Я говорю, да вы что, детский сад какой-то. Взрослые люди, говорю, зачем это нужно? Ну, отголосовал или не отголосовал, это же чисто мое право. Было такое, что голосовали за партию власти. Это кто-то вам сказал, что надо так делать? Ну, говорили, но я же не буду распространяться. А вот этот мужчина, напротив, готов рассказать обо всем. Он уверяет, ему предлагали продать свой голос. Я не продажная шкура, я человек. Кто, Андеронов? Забыл фамилию. Я его не знал. Он со мной не пил. Был бы пил со мной, я бы за него... Однако его товарищи поясняют, им ничего не предлагали, а их соратник все придумал. Также на один из избирательных участков пронесли пакет с символикой партии власти. У другого поймали автобус с агитацией за одного из кандидатов. В свою очередь, представители этой политической партии подали жалобу, заметив нарушение на нескольких участках. На четырех избирательных участках, это в Староуткинске, в школе номер один, в школе номер четыре на двух избирательных участках, осуществлялся массовый подвоз избирателей. Подвоз избирателей был зафиксирован и в столице Урала. Автобус обнаружили в районе Эльмаша. Сейчас подробности выясняют правоохранители. Кроме того, в Екатеринбурге известны 12 случаев, когда люди без определенного места жительства пытались голосовать повторно. Впрочем, не обошлось и без технических неполадок. На некоторых участках уральцы жаловались и на Каибы. Автоматизированные комплексы попросту не хотели пропускать бюллетени. Но где-то себя Каибы проявили достойно, отметила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Свердловском избиркоме. На одном из участков аппарат помог вычислить нарушителей, уверяет омбудсмен. Там, где эффективно работают Каибы, один из Каибов отказался брать три бюллетеня, которые, как сказала потом женщина, ей вручили на входе и сказали, мы вам заплатим, если вы проголосуете с заполненными бюллетенями. А это с другого участка оказались. Каиб отказался их принимать. Вот это хорошо. Но не везде наблюдателям пришлось тяжело. В ряде городов выборы прошли тихо и по правилам. Например, по информации о Сбестовской избирательной комиссии, никаких нарушений на участках зафиксировано не было. Спокойно свой выбор сделали и красноуфинцы.